Вы можете тянуть интригу. Смотрите, у нас есть, вот честно, была самая большая битва между двумя проектами. Почему? Из чего это вышло? Жюри согласилось с тем, что два проекта являются пока не настолько доработанными, чтобы их, условно говоря, оценивать. В нашем случае это, конечно, слишком большая доработка нужна проекту, в котором собирается, условно, Forbes и Bloomberg. То есть там еще непонятно даже, если вот сейчас положить, условно говоря, десятку долларов, то из этого появится что-то или не появится. Ровно поэтому. И вторая подобная же история, опять же, слишком много в доработку, это последняя презентовавшаяся сегодня идея с этими самыми, с корзинками и программами лояльности, просто потому что там жесткие условия рынка и тоже. То есть, вероятно, если бы вы поработали еще, там, я не знаю, двое суток, возможно, у вас бы была уже кристальная история. Но это то, что большинством голосов сказано, что тут битвы нема. У нас есть один вообще проект, вынесенный в иную плоскость. И вы все понимаете, о ком мы. У нас есть один проект, вот, собственно, почему жюри так проголосовало. Потому что сколько мы не спрашивали представителей проекта Тройда, что вам надо, да, ответили нам, что нужны контакты, нужна возможность взаимодействия, нужен нетворкинг. Денег, по сути, ну, не запрошено даже и как-то, поэтому это означает, что, конечно же, ну, там, блин, прекрасно, как только вы скажете, какие именно, в каком количестве контактов вам нужны, да, в данном случае ассоциация готова обеспечить вам доступ к этому рынку на уровне, если надо сильно, то владельцев, финансовых директоров, я не знаю, главных бухгалтеров, или если вам нужны в руках, там, я не знаю, операторы-постановщики, то, значит, это будут операторы-постановщики. Там, ну, в данном случае, ну, будет сложнее, но... Ну, хорошо, ну, в данном случае, ну, нет никакого финансового результата, потому что финансовый результат командой не был затребован. 360. Короче, здесь ситуация состоит в том, что, насколько я понимаю, ассоциация готова выдать спешл коллективность. Поскольку мы остались на трех проектов, которые, ну, вышли в финал, я начну с 360, потому что у нас, нам очень нравится наш проект. Вы очень перспективны, на самом деле, очень перспективный, перспективная история, но моя проблема заключается в том, что я не могу пожертвовать деньги. Мы здесь для инвестиций. Что я могу сделать для вас, это то, что мы вам можем сдать всю необходимую экспертизу по нашему уровню. Если нужны встречи с тем директорами канала, мы готовы это для вас делать. Если вам нужны встречи с операторами, мы готовы это сделать. Мы знаем людей, которые будут снимать Евровидение, и мы готовы вас законнектировать с этим. Вопрос, ну, то есть, для нам интересно, чтобы вы сделали что-то отдельное для нашего зарендала, или для того, чтобы либо сдавать эту аренду, либо продавать какой-то сервис. Вам просто нужно больше понимать, что ждут каналы, и мы готовы с вами в этом работать. То есть, наше предложение вам не деньги, но наши экспертные знания, и наша большая сеть тех людей, которые потенциально являются вашим клиентом. Если вам это интересно, мы открыты, начиная с следующей недели, можем планировать, что вам из этого может. То есть, когда у нас будет готовый игрок, который снимает и рендерит, и вы взяли на экологическом формате, нам придут вас и сказать, вот это через X дней, и вы скажете, да, дайте стопу. Ну, ну или не так, если вы готовы рассматривать наш рынок, где вы можете заработать на решении немножко более простом, более практичном, да, заработать именно, да, сделать что-то, что стоит меньше, сделать что-то проще, но при этом нужно, как 50 компаниям, минимум 3 раза в год каждый, да. Мы вместе с вами можем там собрать тех людей, которые ответят вам на вопросы. Тогда вы можете, просто треба, вы можете, какие вам будут неоспитни и засадни, и вы можете платить лицо, лицо вы можете брать на то, что вас точно выросло, потому что запросто... Ну, мы готовы это обсуждать. Если мы найдем модель, которая построит наш рынок, то есть, на месте с вами, да, вам каких-то экспертов, мы готовы это обсуждать, и нам это интересно. Очень сильный проект, и мы верим, что у вас тут получится. Фишка в том, что проект будущего дня. Прийти в телеканалы, которые сейчас борются за выживание, с проектом, что через 3 года будет счастье, ну, сейчас это не актуально, то есть, пока, давай, приведем зрелищ, пока нет хлеба, нельзя. Потому, вы копаете, вы разрабатываете, при этом мы с келевкой комнатой и упорно думали, так, а как же такие телеканалы, мы это все-таки приближем, у нас есть некоторые идеи. А у Кати есть ресурсы связи контактов. Потому, как только вы захотите обкатать это, как только вы захотите снять первое шоу, когда вы выйдете к инвестору, они спросят, а вы хоть что-то сняли? Так вот это вот первое, хоть что-то сняли, чтобы это было не ком-видео. Ну, без грязного шоу. Вот это вот хоть что-то сняли, вот через этот ресурс, как только у вас будет готово, там, какой-то день города, или что-то вы снимете, и с этим вы выйдете ли адрес, который просит свои миллионы? Ну, мы думали, что первое, что мы снимем, это будут там пару десятков терабайтов. Я говорю, какой есть ресурс? Мы, например, стоим у нас. Вы решаете, нужно, чтобы... Есть телекомпании во всех регионах, которые всегда обеспечивают день города. Если вы сможете приехать с какой-то приблудой, вы точно попадете на площадку, вы точно попадете, если вам захочется, в эфир. Они точно это все увидят. Организационный ресурс, консультационный ресурс, экспертный ресурс точно есть. Ну, без... Я точно хочу сказать, что если вы видите у нас сервис куда-то, мы вас будем продавать. Мы не завершили смену нашу зону, где можно развести круглые рекламы. Это прекрасно, мы готовы вас продавать, если вы сдираетесь, то вы сложите, то как вы. Остальный механизм трансляции на видео, да? Вот такой сейчас ковид, и такое решение было жюри. Причем сразу стало понятно, что проект про 360, он не может оцениваться в одной планке со всеми остальными проектами. Во-первых, потому что он жилетный, во-вторых, потому что он вообще другой, а третье, потому что это уже люди пришли там с ежевиками. Ну да. И, собственно, сам вам спасибо. Сама большая битва была, естественно, между людьми, которые продают луки, да, станет как ведущая программа такая-то, или станет как ведущий, неважно, купи себе интерьер, и, значит, проектом Reagent. Долгий батл реально стояло там, знаешь, по три точки, потом по четыре точки вокруг каждого проекта. Вот я выброшу, потом заходите проверить, я сейчас не могу уже зайти. Вот там есть флипчарт, на котором это ображено, что действительно стояло по четыре точки, потому что оно разное. Люди, которые продают одежки, готовы дать маленькое бабло, но локальным телеканалам уже сейчас, или очень скоро. И очень понятная бизнес-идея. При этом я понимаю, прием, все понимают, что там для страны, для решения настоящих проблем того же локального телевидения, контент является принципиально важным. Потому что без контента, ну вот оно все помрет, оно все равно все помрет. Улид контент. И эта ассоциация понимает как никто. И вот сейчас Катя, как, вот знаете, в старом еврейском анекдоте, что кругом суббота, а тут четверг. Вот прямо сейчас считаем, что у Екатерины Мясниковой в паспорте написано «Соломон Давидович». Ну, да, действительно, нам пришлось выбирать между условной деньгами и полный контент. И мы решили не выбирать. У нас два победителя, и этим двум победителям нам есть, что предложить. То есть, в Тел-ТВ мы предлагаем деньги на какие-то люди, и каналы, на которых мы сложно направить, и посмотреть, сработает ли бизнес-модель, как она будет работать, как мы можем двигаться дальше, и потом вместе все разрабатываем полное решение. По крайней мере, ребята, готовые каналы, сготовленные начатки и денег на разработку. Да, так, джековая руководителя, который пробует перескнуть и посмотреть, какой из них ответ. Реагенту мы предлагаем поработать вместе. Мы видим, что у вас, ну, вот, есть какое-то ядро идеи, но вам нужно очень хорошо понимать, что от вас ждут главные рядаторы, да, что нужны журналисты, какой каталогизации контента они от вас ждут, чем, что им нужно, вот, какая-то бизнес-модель, на самом деле, сколько денег вам нужно будет каждый месяц после стартапа, для того, чтобы это все не умерло сразу, да, и мы не всплакнули все вместе. Вот, поэтому мы предлагаем вам, во-первых, просто с нами мы, мы предлагаем нашу целевую, ну, нашу большую сеть, мы можем делать фокус-группу с редакторами, мы можем делать фокус-группу с хитическими реакторами, мы готовы заплатить за, ну, путь бизнес-консультанта, который посчитает бизнес-модель. Я лично в фандрейзинге 10 лет, я готова вместе с вами написать заявку, которая будет на два года, или, там, на год стартапа, поддерживать ваш, наш, если это будет наш совместный проект, вот, чтобы через год он стал самодостаточным, потому что хорошего, локального, локализированного, там, да, видео, тем более, сейчас не так много, но необходимо, но нам очень, чтобы это случилось, нам очень много нужно поработать, и с точки зрения того, как это будут связать телеканалы, и с точки зрения того, зачем это будет нужна гражданство, с чем он будет скачивать наш тэп, и снимать на него, а не укладывать это на него. То есть, большая, я вижу перспективу, я знаю, как написать эту заявку, но нам нужно, вот, сделать большую работу, с точки зрения того, как оно будет жить, после того, как мы потратили гражданскую деньги. Я поняла прекрасно, это на самом деле максимум ресурсов, на которые мы рассчитывали, которые нам более нужны. То есть, условно говоря, мы понимаем, что те, хорошо, два победителя, два раза по 5К, эти по 5К, в данном случае, тратятся на доработку, на вот это все, и потом ресурс оттестировать, на одном, трех телеканалах, не важно, как сложится. В вашем случае, это оплата труда дорогих людей, или не очень дорогих, работа над тем, работа над... Ну, кстати, вот Катя почему-то не произнесла эту фразу, по сути, она уже два раза говорила, что у нее есть точно понимание, в каком месте можно взять потом денег, на то, чтобы это реально запустить, и это будет не 20... Более того, я вчера вечно делала, основной представитель большой международной компании, спросила, а он 3-5К, и сказали, если это рабочая модель, мы готовы садить работу. Потрясающе. Все, давайте пол. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сертификаты, я бы еще хотела... А можно еще... Сертификаты, да. Можно сертификаты, да. Что на самом деле для нас это пьяный опыт вот такого формата. Я точно знаю, что мы будем продолжать делать такие вещи. Я хочу сказать большое спасибо Кате Жилковой, руководителем вашей бабушке, который у меня на плечах. В последние два дня и вообще все. Все оставшиеся. И вообще... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Там было написано вообще Павел Нойман по-немецки. Это я в Фейсбуке и найдите мне на прогулас. Большое спасибо у вас, Медра. Мы, возможно, все помогли нам определиться. Я думаю, команда очень много дала время с вами. Вот. Наша... И Саша... Саша, где-то я это вижу. Саша, который вырос с вами все эти 48 часов... Всего-то 32. Всего-то 32. Еще не такой уж и герой. Спасибо большое вам. Вы большие молодцы. Вы еще больше инопланетяне для меня, чем вчерашнее утро. Но я думаю, что вместе мы сделаем классные проекты. И тем, кто не победил, feel free, спрашивая у меня так точно. Если вы хотите продолжать работать в нашем сегменте, ну, я рада объяснить вам какие-то вещи, как работают динамом агенту контента, например, в США. Вот. И да, и отцена говорит, наш руководитель впереди новая всякая. Их впереди новая как и то. Спасибо большое. Друзья, спасибо всем огромное. Деликатно, да. А может, давайте мы их просто раздаваем, потому что мы еще 40 минут их будем раздавать, а там события и еда. Я всех приглашаю просто по команду подойти, я просто команду аккуратно, красиво. Катя, какая молодец. Катя, какая молодец. Команды, приходи, да? Литвкс. Спасибо, друзья. Выпинивайте. А ну, может же. И агент. Сейчас сразу команду. Трошки так, чтобы я бачил, который даёт. 50 великих людей. Тримайте. Сейчас, сейчас, сейчас. У нас еще тут тройтер туда. Сейчас. Один тройтер. А где тройтер? Нет. Тройтер спешал? Нет. Тройтер спешал? Раз. Раз. Был же столько, что же прекрасный, и же стройтер. А с вами мы будем плохо работать. Тройтер спешил? Отлично. Я бы сказала, как работать с нашим, а в любом случае, от нас будет, когда там на прогрессе будет. То есть, мы понимаем, в чем речь, мы сильно понимаем, как это важно. Катя уверена, что там 150 нужно вообще без прогресс через несколько месяцев получить. Ну, собственно, на этот проект. Ну, это потягивает. Знаете, у нас, по-своему деле, это такой сайт-проект, у нас есть еще несколько сайт, которые могут по-другому рано быть, нескольких сетей. Они больше не о приложениях, а больше от людей, а, в принципе, есть еще всего остального. У нас коллег сидеть, который вообще такой, который только успевает что-то делать, на самом деле, круто. Он нас всех сюда привел, ну, а отдельно? Не, ну, це вообще святолюды. Ну, вообще, да, ваше дискуте. Да, ваше. Да. Короче, смотрите, давайте я вам там, я вам контакт и я вам сейчас вставайся. 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 Вставайся.